всем доброе утро я уже нахожусь центре города встретилась с сестрой вот мы присели на скамеечку в парке в тенечек погода у нас солнечная очень жарко вот сидим в тенечке освежаемся пойду сейчас к сестре она мне сделает массаж может потом прогуляемся если будет время мы проходим мимо бастионой горки поэтому мостику и посмотрите сколько здесь замков повесили молодожены мне кажется здесь уже нет ни одного свободного места здесь такой мостик небольшой маленький ну вот еще наверху место есть виктория станислав какой год 2013 по-моему ли 18 сколько здесь судеб очень много уже ржавых старых замков у меня кстати когда племянница выходила замуж они тоже здесь гуляли я навешала замочек но я уже наверное не найду виктория и александр вот в каком году это было я уже не помню и вот с этой стороны тоже очень много так а что там водичка даже здесь замки висят смотрите они сейчас чуть не столкнулись начал уже сигналить ему чтоб они отплыли подальше еще чуть-чуть и столкнулись бы какая девушка здесь стоит вернее сидит это декоративная скульптура называется утро мы с вами на бастионную горку сегодня не будем подниматься я там была зимой когда была еще световая инсталляция очень красивый вид был сверху кто не видел можете посмотреть еще здесь в парке такая своеобразная скульптура три девушки голые танцуют сколько раз мимо прохожу смотрю это скульптура так и называются танцы прохожу мимо фонтана который находится рядом возле дома конгрессов и вспомнила когда дочка была маленькая мы как-то в центре гуляли было очень жарко вот как сегодня сегодня посмотрела плюс 25 градусов тепла видите где даже фотосессию возле фонтана устраивает и мы вот с дочкой маленькая еще была племянница и они не выдержали эту жару и зашли в воду искупались я бы сейчас сама здесь бы искупалась такую жару очень красивый фонтан но сейчас детей мало вернее их вообще здесь нету ну потому что еще школы многие дети в детском садике вот начнутся каникулы тогда здесь больше будут гулять детей иду сейчас мимо вот российского посольства это здание здесь уже очередь может быть мне тоже встать в очередь мне кстати часто писали в комментарии езжай домой может поехать домой я передумала ехать домой я здесь немножко побуду посмотрю на все это а там дальше будет видно может и поеду какая милая собачка в машине хорошо хоть окно до открыли в такую жару не задохнется а где твои хозяева ищет ждет ждет хозяева сейчас придут магазин товар для школьников я смотрю здесь много разных книжек тоже про хоккей есть энциклопедия большая футбол разные сказки где живут эмоции это наверное интересная книжка йога для детей радикальное прощение родители и дети я думаю тоже интересная книжка но я заходить не буду как-нибудь в следующий раз зайду в этот магазинчик так захотелось нам шашлычка с дочкой мы решили заехать вот в это кафе смотрите какая здесь красота все в зелени так все подстрижено красиво ухожено территория здесь также такие маленькие домики можно уединиться или отпраздновать какое-нибудь мероприятие как красиво смотрите вот так идешь и с левой стороны здесь очень много домиков здесь очень много домиков ну-ка что здесь а и дальше смотрите даже есть детская площадка для детей ух ты вот детская площадка есть и опять домики пошли интересно сколько у них этих домиков очень много здесь пока обойдешь всю территорию я представляю когда цветочки еще вырастут как здесь будет красиво главное не заблудиться надеюсь уже принесли еду так ну что посмотрим меню кафе называется еребуни шашлычок с картошечкой баклажаны фаршированные так холодные закуски вот фаршированные баклажаны показываю вам цены кому интересно ой спасибо большое мысли прочитали в общем здесь много разных закусок так салатики а вот супчики так борщ с фрикадельками так а что здесь суп из боровиков посмотрите как они вместе написали вот она опечатка я думаю харчу из баранины даже холодный суп есть разные рыбные блюда так а что мы заказали шашлык где тут шашлык вот блинчики есть даже блинчики есть с креветками так а где здесь шашлык так долма говяжий стейк пленок табака а вот нашла шашлыки да свиной шейный карбонат свиной филе в майонезном соусе а мы какой взяли а куриный где а вот еще целую страницу шашлыков в общем выбор у них здесь большой ой две страницы гарнира картошка и такая и такая запеченная фри и пюре и рис большой выбор как баклажаны что там внутри творог орешки ну да у мам не так себе там знаете виноградные листья такие очень кислые но дочка попробовала ей понравилась именно вот такая кислинка я не очень люблю с кислинкой ну ничего есть можно но здесь еще и соус с кефиром тоже кисленький в общем все кислое ну дочке понравилось очень а дочка сказала как будто долма не из виноградных листьев а из щавеля кисленький ну леночка я смотрю тебе шашлык понравился почти все съела один кусочек остался понравился шашлык ну порядок посмотрите здесь ереванский коньячный завод арарат Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то мы доехали до магазина Депо. Все для дома, сада и ремонта. Многие закупаются, кто ремонт делает. Давно я не была в этом магазине, чего здесь только нет. Смотрите, для шашлычков, мангалы. Всякие разные, открытые и закрытые. 136 евро. Вот самый дешевый, по-моему, за 72 евро. Он маленький какой-то. Есть сбоку ручки. Очень удобно. Мне кажется, вот такой удобный, когда сбоку деревянные такие полочки. В общем, на любой вкус. А вот совсем маленький мангал. 104 евро с карточкой. Такая-то полочка. А, нет, это полка от этого гриля. Ой, здесь очень большой выбор цветов. А вот есть каланхоя в горшочках. Сколько стоит такая? А, с карточкой евро 95. Один цветок. Здесь 15% скидка. Еще если берете три одинаковых. Да, много тут разных цветков. Но любой вкус и цвет, как говорится. Мне издалека показалось, как будто живая собака сидит. Смотрите, как похоже. Такая красивая. Вот так можно купить. 108 евро посадить. Все будут думать, что живая. А что здесь люди набирают, интересно. Ой, ну что вы уже набрали здесь? А, вот так вы еще и продукты тут купили. Ой, сколько сырочек. 24 цента. 24 цента в депо, да? Куриное филе, рис. Басмати, а почем басмати рис? Он же дорогой. 3,90 есть хлеб, почти. О, здесь целый холодильник молочной продукции. Посмотрите, сколько много. Я даже не думала, что так много продуктов здесь продают. И колбасу. И майонез. Продавцы говорят, аванс будет только через два дня. Хорошо, им аванс платят еще. Вот блинчики. Говорят, вот эти неплохие. Но я не пробовала. А, здесь сахар. Евро 31. С карточкой. Нужно взять сахар. Мне кажется, здесь дешевле сахар, чем в других магазинах. Евро 23 килограмм. А вот в этих тележках, видимо, разбирают просроченный товар. Сюда кладут. Сколько круп. Так, гречка. Посмотрите, гречка. Евро 0,5. Недорого. Здесь на один одел столько продавцов. О, здесь даже хлеб продают. О, 97 центов. Темный. Мне кажется, здесь хлеб тоже подешевле, чем в супермаркетах продуктовых. Здесь и сладости есть разные. А вот, смотрите, грибочки. Здесь очень вкусное печенье. Сколько здесь килограмм, да? Килограмм 8,36. Здрасте. Мы приехали сюда вот за этими гашками для цветов. Заодно набрали продуктов. Ну, там что, каких-то игрушечек детских. Пакетик дали. Все, закупились. Идем к машине. Решили заехать еще в Большую Максиму в Акрополе. Кое-что докупить нужно. В Максиме тоже, оказывается, стоит аппарат. Можно хлеб порезать. Я думала только в Лидл. Даже не знала. Теперь буду знать. Очень удобно. А вот в Максиме сырочки 49 центов. А в Деппо мы покупали за 24. О, здесь в Максиме появилась какая-то новая мороженая. Панда. Первый раз такую вижу. 2 литра 800 грамм. Такое еще шоколадное тоже. Интересно, кто-то пробовал. Вкусное. Так, а что производство? А, это латвийская. Латвийская. Стоит 3,49. А вот еще какое-то новое мороженое появилось. 99 центов. Ванильное. С такой лимонной глазурью. Возьму попробовать, наверное. Ну, всякие разные новиночки появляются. Так, взяли свининку латвийскую с любовью из Латгалии, да? Сколько такой кусочек? Стоит 2,59. Филе свинины. В общем, набрали все. Уходим, уходим. А мы едем-едем и застряли в пробке. На какой мы улице? Улица Лачпаша, да? А Лачпаша едем. Уже полчаса, наверное, едем. О, здесь на стенке такая реклама. Куршбе, пирма, свиста, вайола. Что было первым? Курица или яйцо, как вы думаете? А? Как ты думаешь, что было первым? Вот так стоишь, стоишь в пробке. И изучаешь всю рекламу. Мацебу Центрс. Учебный центр. Бутс. Вот тут показывают, чему учат. Механик. Да, сварщик. Автомеханик. В общем, повар, да. Кризиарис. Парикмахер. Очень интересное занятие во время пробок. Так, на каком мы уже сантиметре? Так, вот, смотрите, куда нужно инвестировать деньги? В золото? Ну, наконец-то закончились пробки. Не прошло и часа, да? Долго мы, конечно, добирались, все. Вот наши знаменитые столбики. Красивые, помыли их. Чистенькие. Красивые, помыли их. 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 Красивые, помыли их.